Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие Слово Божие. Мы начинаем с вами исследование Евангелия от Марка в формате библейского интернет-портала экзегет.ру И сегодня мы с вами рассмотрим первую главу. Но прежде чем непосредственно приступить к тексту, несколько слов нужно сказать о самом Евангелии от Марка. Написано оно было в 64 году по Рождеству Христову. Мы видим, что это 30 лет с не с одним годом, даже с полугодами, 30 лет от смерти и воскресения Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Евангелие располагается в четверо Евангелия вторым по счету. И, как многие исследователи, приходят к этому выводу, что так оно и было написано именно вторым после Евангелия от Матфея. Есть разные предположения, но все же традиция православная поставила именно на второе место по хронологии в четверо Евангелии. Итак, Евангелист Марк. Кем он был? В Священном Писании мы находим несколько историй. Например, в книге «Деяния апостолов» 12 главе 12 стих, где говорится Иоанн. Марк, прозванный Иоанном, это именно о нем. Также мы встречаем историю в «Деяния апостолов» 15 главе 35 и 41 стих, где говорится о том, как апостол Павел был огорченнее между апостолом Павлом и апостолом Варнавой по поводу того, брать с собой Марка, прозванный Иоанном, в очередное миссионерское путешествие или нет. Там описывается эта история, что апостол Павел был против, потому что Евангелист Марк однажды где-то отстал от них, прозванный Иоанном, отстал от них, они его долго искали, из-за этого миссионерское путешествие было задержано, и поэтому апостол Павел не хотел его брать, а Варнава хотел. Это также, ну, это дело, миссия от этого не пострадала, они пошли в разные стороны, и Слово Божие только распространялось. Варнава взял с собой силу, вернее, апостол Павел взял с собой силу, а Варнава взял евангелиста Марка. Также о евангелисте Марке мы читаем и у апостола Петра. И евангелист Марк был спутником не только апостола Павла Варнавы, но и, как опять же, многие исследователи от Церкви пишут об этом секретариум, может быть, даже, то есть помощником апостола Петра, потому что он в Евангелии от Марка рассказывает такие подробности и такие мелочи, что, например, когда апостол Петр увидел Спасителя на берегу реки, уже воскресшего, то он, сбросив одежду, да, там потом, да, бросился в море, одев одежду, там, и вот такие мелкие, сбросив одежду, одев ее, то есть мелкие детали он подчеркивает, и по всей очевидности, что такие мелочи мог знать только человек, который непосредственно находился рядом с этим человеком и свидетельствовал об этих событиях. Итак, евангелист Марк считается евангелистом и апостолом из 70, и первая глава, она достаточно пространна, она из 45 стихов, здесь рассказывается сразу несколько событий. В отличие от других евангелистов, евангелист Марк направляет свое Евангелие именно языческой аудитории, оно было написано в Риме, здесь нет, как у евангелиста Луки и у евангелиста Матфея, нет родословной, потому что Евангелие настолько сжато, емко, и, я бы даже сказал, написано в некой мере тезисно, то есть для такой языческой римской аудитории, с таким языческим, юридическим восприятием событий. Итак, приступим к тексту. Так и сказано, начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, Евангелие, то есть Благой Вести, и как далее мы читаем, как написано у пророков, «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой перед тобою, глаз вопеющего в пустыне, приготовить путь Господу, примимый сделать стези ему». Мы видим, несмотря на то, что это обращено к аудитории, в общем-то, языческой, тем не менее, евангелист Марк делает свою отсылку на Ветхий Завет. Почему? Чтобы показать, что связь Ветхого и Нового Завета, они достаточно необходимы, чтобы не впасть в ту ересь, в которую впал Маркион, который говорил о том, что Ветхий Завет – это в Ветхом Завете Бог злой, а в Новом Завете Бог добрый. Это заблуждение было опровергнуто отцами Церкви на Вселенских Соборах и подтверждено оповержение его на Вселенском Соборе, на одном из Вселенских Соборах. Итак, мы видим, что он дает эту отсылку также и для того, чтобы было понятно, что благая весть, она не просто сейчас вот так взяла, сама по себе и возникла, а что у нее есть, в общем-то, приготовление некого народа израильского, но которое мы знаем, что он отверг Спасителя, и поэтому не весь, конечно, но те, которые уклонились в сторону таких своих человеческих разных преданий, которые Спаситель как раз и осуждает. И мы увидим это в Евангелии от Марка, в этом же Евангелии, в 7 главе, где он отрицает, осуждает всякие предания человеческие, которые ничего общего не имеют с преданием, то есть, который есть Дух Святой, с преданием апостольским. Предание и есть толкование Священного Писания, то есть, критерий столкования Священного Писания. Явился Иоанн. Далее он переходит уже к событию. Да, сначала дает отсылку историческую, теперь приходит в 4 стихе к событию, что явился Иоанн крестя и в пустыне, и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и еруссамляне, и крестились от него все в реке Иордании, исповедуя грехи свои. То есть, в отличие от других евангелистов, здесь говорится, что Иоанн креститель крестил, но ничего не говорится о его словах, о его призыве, как это есть в других евангелиях, порождении ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева и прочее. Но здесь описывается более подробно именно события, которые происходили. Видно, что евангелисты описывают, что здесь масштабно выходили к нему из Иудеи, из Иерусалима и, как сказано, да, вся страна. То есть, это говорит о большом количестве народа. Но главная цель, так же, как и у других евангелистов, она здесь подчеркивается, что он призвал к покаянию, потому что есть слова, что исповедовали люди грехи свои. Иоанн носил одежду из верблюжьего волоса, 6 стих, и пояс кожаный на чресла своих, и ел акриды и дикий мед. Это встречается и у других евангелистов. Этот образ, описанный евангелистом Марком, говорит о том, что Иоанн креститель вёл аскетический образ жизни, да, и был человеком, как и пророк Илья. Вот, например, у пророки Ильи говорится, что он также, у него был кожаный пояс. Многие от СССР задаются вопросом, почему он носил одежду из верблюжьего волоса. Да, здесь есть множество разных толкований. Но, вот, например, свидетель Амбросим Диоландский пишет сначала о покаянии, да, цитата, «Не бывает ни покаяния без милости, ни милости без покаяния. Однако прежде раскаяния должно осудить грех, чтобы милость смогла его уничтожить. И так Иоанн, представитель закона, крестил для покаяния. Христ тоже для милости». И по поводу его одежды пишут, что он даже не хотел одевать одежду из-за шерсти овечьей, которая мягкая и приятная, а именно брал такую грубую одежду для того, чтобы усмирять свои страсти. Также Ироним Стридонский пишет, что крещение именно Иоаннова, оно предшествовало, пишет он, цитата, как самым был предтечи Господа, так и крещение его предшествовало крещению Господа. И проповедовал, говоря, тут уже идет, евангелист Марк приводит прямую речь пророка Божия Иоанна Крестителя, «Идет за мною сильнейший меня, у которого я не достоин, наклонившись развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. Мы видим, что здесь говорится о крещении, и далее в 10 стихе говорится о Богоявлении. «И когда выходил он из воды, тот час явился Иоанн, тот час увидел Иоанн, развязающийся небеса, и Духа, как голубь, исходящего на Него. И глаз был с небес, ты есть Сыну возлюбленный, в котором мое благоволение». То есть, это праздник крещения, праздник Богоявления, когда Спаситель являет себя во всей полноте, Бог, вернее, так сказать, в Спаситель здесь, входя в вода Иордана, и Бог являет себя во всей полноте, в полноте Святой Троицы. Да, голубь мы помним, что еще из Ветхого Завета, когда на Ковчег был потоп, вся земля как бы крестилась, была потоплена водами, и как бы вся земля, как пишут многие толкователи, как бы крестилась от этой нечистоты, то есть, омывалась от нечистоты внешней, но там же есть и другие прообразы, то есть, такие, как Ковчег, прообраз церкви, и голы, помним, который прилетел с масличной веткой в клюве. Это также был прообраз Духа Святаго, сходящего на Церковь Божию и на всех людей, которые находились в Ковчеге, как в корабле спасения. То есть, видим, эти образы, они достаточно понятные, то есть, омывается все водами крещения, внешняя сторона, а теперь снисходит благодать этого Духа, милость Божия на Ковчег, прообраз церкви. И вот по поводу этого события, также бедодостопочтенный замечается, по поводу голоса еще и отца. Цитата. Спрашивает. «Ради чего отец не спослал с неба Святого Духа на сына?» И отвечает. «Чтобы узнали о непреложности отчего гласа». Какого гласа? Глаза, «Сей сын бы возлюбленный, в котором мое благоволение, сей есть именуемый сыном Иосифа, Иосифа, и мой единородный по божественной сущности, испытывающий голод, накормящий тысячи, утомляющийся, пишет он, и успокаивающий утомленных, не имеющий где преклонить голову и все держащий в руке своей, страдающий и исцеляющий страдания, заушаемый и дарующий свободу миру, пронзаемый в ребро и исправляющий ребро Адамова». Конец цитата. Вот такие очень красивые сопоставления проводит беда достопочтенный. Далее мы с 12 стиха читаем следующее, что «немедленно после того Дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему». Вот такая история. Мы видим, что после крещения был веден Духом Святым куда? В пустыню. Зачем? Для испытания. Для утверждения веры. У нас вопрос. А нужно ли было Спасителю утверждаться в какой-то вере? Конечно, нет. В нем была, как пишет апостол Павел в послании к Колосьным, вся полнота божества телесна. Спаситель не нуждался ни в каком укреплении, испытании. Но из-за чего все это показывается? Это показывается для того, чтобы и мы были готовы. К чему? К крещению. Нуждался ли Спаситель в крещении? Нет. А зачем он входит в воды Ордана? Блаженный Ироним Стрейдонский отвечает. Для того, чтобы осветить воды Ордана и осветить стихии мира. И для того, как он сам говорит, когда Иоанн Креститель, помните, в другом Евангелии, говорит, «Мне нужно креститься от тебя». А Спаситель говорит, и так надлежит исполнить всякую правду. То есть, какую правду? Правду закона. Потому что он пришел и не уничтожить закон, но исполнить. А теперь он ведом в пустыню для искушения и для поста. Зачем? Для того, чтобы нам показать пример того, что после того, как мы становимся на путь совершения дела нашего спасения, здесь неизбежны посылаемые нам испытания. Для чего? Для утверждения нашей веры. Именно так. По-другому невозможно. Почему для утверждения? А чтобы мы научились преодолевать своей свободной волей по вере во Христа и с помощью благодати Божией те страсти, которые гнездятся внутри нас. Только по свободной воле. Иначе дьявол опять будет обвинять Бога, что он нас сделал какими-то биороботами и все нам дает, и мы способны без своей воли лишь по своим, по его воле преодолевать страсти. Нет, только по собственной воле человека. И вот мы знаем, что более подробно это описывается у других евангелистов, все три искушения. Здесь евангелист Марк это опускает и только пишет об этом факте. После того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия. То есть здесь говорится о том, когда Иоанн Креститель был заключен в темнице. Тоже только в нескольких словах. И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Мы видим, что одни и те же слова употребляют, что евангелист Иоанн, что и Спаситель, выходя на проповедь. Евангелист Иоанн говорит, покайтесь и приблизилось Царствие Божие. И Спаситель говорит, покайтесь. Что такое покаяние? Покаяние – это перемена мировоззрения. Невозможно, мы дальше увидим, что так и будет сказано, вливать молодое вино в мехи ветхие. Да, это будет во второй главе Евангелия от Марка. Точно так же, как невозможно пришивать ткань прочную к одежде ветхой. Смысла никакого нет. Дырагает, оторвётся, будет ещё хуже. Поэтому невозможно. Православие – это не какие-то нравственно-моральные принципы, которые нужно прилепить к человеку, и можно их прилепить, если человек будет находиться в естественном, то есть, прежнем состоянии своего мировоззрения. А что значит покаяться, переменить мировоззрение? А это означает следующее, что раньше, если мы думали, что этот мир произошёл случайно, то вот это вот своё мировоззрение нужно выкинуть форточку. Мир сотворён Богом. Он, Бог, творец и промыслитель этого мира. Он думает о нас. Он сотворил этот мир из ничего. И в это необходимо вникнуть, в это необходимо не просто поверить, но исследовать всё содержание по этому вопросу в Священном Писании у Отцов Церкви. Это и будет исповеданием веры. Это и есть покаяние. Это покаяние. Это не просто какой-то единичный акт в жизни человека. Покаяние это состояние человеческого духа, состояние человеческой души. По сути, покаяние это образ жизни, который нужно донести до последнего издыхания течения нашей жизни здесь на земле. Снова повторю, покаяние это состояние человеческой жизни, когда человек осмысливает, например, что Бог творец, как я сказал, мира, А не просто всё как-то произошло само собой. И то, что зло не имеет своего бытия. То, что зло, оно произошло как результат отпадения от Бога. Потому что сказано, что Бог сотворил весьма всё хорошо. Кого? Кто отпал от Бога? Отпал от Бога Архангел, помнил он, да. Который Люцифер, Деница Зари. Он отпал от Бога. Вот что такое зло. Зло – это отпадение от Бога. Зло – это расставание с Богом. Смерть – это когда человек уходит от Бога. Не осмысливает это. То есть, смерть – это как раз и есть беспокаянное состояние. Исповедание в вопросах исповедания веры. Зло – это не просто какие-то там, как говорят, делать больше добра, и тогда всё, и зло исчезнет. Нет. Зло – это личность активная, которая потом проникает здесь. В наш мир заражает этим первых людей. И эта зараза греха передаётся нам теперь до сегодняшнего дня, как пишет апостол Павел в послании к римлянам. Как одним человеком. 5 глава, 12 стих. Как одним человеком грех вошёл в мир, так перешёл во всех человеков. Мы наследуем эту смерть. Хотим мы того или не хотим. Подобно как, я приводил пример, и дети рождаются от родителей, у которых есть какие-то хронические заболевания. Они могут их наследовать. Могут наследовать и черты характера своих родителей. Так и здесь. Вот это разлучение с Богом, оно передаётся нам по наследству. И только восстановить в этом общении мог нас Спаситель. Когда Он родился в этот мир, умер, воскрес. Потому что нужно было исправить человеческую природу. Если бы Божий был только какими-то нравственными заповедями исправить это положение, то тогда Христу не надо было бы умирать. И не надо было бы воскресать. И не надо было бы восстанавливать нас в жизни с Богом и в Боге. Но испортилась вся человеческая природа. И здесь окружающий мир. Вместе с человеками человек был предназначен к чему? Чтобы привести весь окружающий мир, сотворённый Богом, к кому? К Богу. Осветив его. На человека возложена такая задача. Свободно, конечно, в Боге и с Богом весь мир привести в гармонию с Богом. Таков был промысел Божий. Почему? Узнаем в жизни будущего века всё досконально. Но это был промысел Божий. Такая мысль Божия. Его премудрость. Но человек отпадает. И вот теперь мы видим, что покайтесь. То есть покаяние – это как раз и есть возвращение. В том, что мир не произошёл случайно. Что Бог створил его. Значит, есть у Бога, который створил так всё премудро. И какое-то намерение. И об этом мире. И о нас. И мы знаем, какое. Привести в соединение с собой. А Бог есть любовь. Человек отпал. Первый ангельский мир отпал от Бога. Треть ангелов, как сказано, отпали от Бога. Теперь Христос приходит, восстанавливает. Вот что такое. Как Он восстанавливается. Что Он это делает. Как Он это делает. Что нам делать для того, чтобы восстановиться. Как нам поддерживать в себе жизнь. Да. Вот что такое покаяние. И всё это мы можем найти. Все эти советы. Можем найти в Священном Писании. У Отцов в Церкви. Почему у Отцов в Церкви? Да потому что они опытом проверили. Исполнили жизнь. Исполнили жизнью заповеди Божии. Можем мы этим похвастаться? Нет. Поэтому мы и просим у них совет. Как у врачей. Как нам преодолеть. Да. Как нам достигнуть этого состояния. Которым призывает нас Спаситель. Покайтесь и веруйте в Евангелие. То есть верите. Видите. Это очень важные слова. Здесь звучат в 15 стихе. Веруйте в благую весть. А что значит веровать в Евангелие? Это значит читать его. И верить в то, что в нём написано. А если мы его не читаем. Мы не можем исполнить слова Спасителя. Как мы можем веровать в то, чего мы и не знаем. Даже и не желаем читать. Поэтому веруйте в Евангелие. То есть в благую весть. А в чём эта благая весть? В том, о чём я сказал выше. Что Христос спас нас от смерти. То есть от разлуки с жизнью. Скажем так. С которой мы разлучились. Теперь он нас соединяет в самом себе. И далее мы читаем. Проходя близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея. Здесь речь идёт о призвании апостолов. 12-ти первых апостола Андрея Первозванного. Увидел Симона и Андрея, закидывающих сети в море. Ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус, идите за мной, я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакву Завидеева и Иоанна, брата его, также в лодке починывающей сети. И тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Завидеева в лодке, Завидеев в лодке с работниками, последовали за ним. Призвание. Много званых, но мало избранных. Бог нас тоже призывает в определённый момент жизни служить Ему. Но что нам мешает? Мы видим, что, несмотря на то, что нам мешает наша привязанность. С чем мы боимся расстаться? Помните ведь притчу о богатом юноше? Она также излагается в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Марка. Есть на него ссылки. Помните, что мешало богатому юноше? Надежда на земное. Не само богатство, как таковое, является чем-то таким вредящим человеку. Но надежда. Это может быть надежда на своих родителей у детей, что они им всегда там помогут. И такая привязанность, что они и Бога за этим не видят. Как сказано, дети, повинуйтесь родителям вашим в Господе. Это очень важно, кстати, замечание, как апостол пишет. В Господе, то есть верующим родителям. А если неверующие родители, должен ребенок повиноваться неверующим родителям? Ну, если это не противоречит заповедям Божьим, то да. Несомненно, он должен обязательно почитать своих родителей. В любом случае он должен их почитать. Но не всегда следовать советам, если они противоречат. Например, скажет родитель, иди убивай или иди пей. Или мало ли, всякие бывают люди совершенно, я это знаю, не понаслышке. Поэтому это все реально. Поэтому здесь не должны, конечно же, подчиняться, если это противоречит заповеди Божьим. Много званых, но мало избранных. Много званых. И вот мы видим, что апостолы, они следуют за ним. Почему? А ведь они часто говорят об апостолах, что они были простые рыбаки. Ничего подобного. Они действительно были простые рыбаки, они не были людьми учеными. Но они были людьми небедными. Люди, которые занимались рыбной ловлей тогда, это были люди состоятельные. По сути, можно сказать, что у Симона и апостола Андрея, будущих апостолов, был свой рыбпромхоз. Они неплохо жили. Ну, сети. Тогда нужно было иметь разрешение также на ловлю. Это тоже люди проходили определенные процедуры, и налоги платили в своих уловах. Всё это делал, всё это было, всё это регулировалось. Не надо думать, что это было бы как-то на самодёк. Всё делать то, что хотел. Нет. Они были людьми состоятельными. Но мы видим, что призыв Господа, он был превыше, чем их состояние. И они понимали, кто их призывает. А почему Господь так? А потому, что призывает их, он видит сердца людей, к кому прийти. Он видит внутреннее состояние побуждения. И обращается к ним. И они всё оставляют. Видите как? Всё оставляют, идут за ним. А богатый юноша нет. Не оставляет всё. Помните, как притч о богатом юноше? Он опечалился, потому что надеялся на богатство. Больше, нежели на Бога. И приходя в Капернаум, и вот вскоре в субботу вошёл он в синагогу и учил. И дивились ему ученики. Ибо он учил их, как власть имеющие, а не как книжники. Видите? В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым. И вскричал. Оставь, что тебе для нас, Иисус Назарянин. Ты пришёл погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий. Но Иисус запретил ему, говоря, замолчи и выйди из него. И дух нечистый, сотрявши его, и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись так, что друг друга спрашивали, что это? Что это за новое учение? Что он и духом нечистым повелевает? Со властью, и они повинуются ему. И скоро разошлась о нём волва по всей окрестности и Галилеи. У нас здесь возникает вопрос. Почему Спаситель запрещает духом нечистым свидетельствовать о нём, что он является Иисус, Сын Божий? Мы помним, как за апостолами тоже бегала одна женщина, Деяния апостолов, он тоже запретил ей. И дух нечистый вышел из него, хотя она ничего плохого не говорила. Она только говорила, что да, я верю, что Христос – это Сын Божий. Как сегодня многие люди в душе верят, они тоже говорят, да, мы верим, что да, 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 что Бог есть. Но Христос запрещает такому благовестию, потому что такое благовестие не благовестие, а лже-свидетельство. Вот что об этом пишет блаженный Агустин. «Сильна вера этих людей, что они верят, что Он Сын Божий, что Он Христос, но в ней нет пользы, ибо она без любви». Ой, как красиво! «В ней нет пользы, потому что она без любви». Вспомнишь, что такое любовь? «Исполнение заповедей Божьих». Спаситель говорит, «Если любите Меня, исполните заповеди Мои». Есть ли в бесе любовь к Богу? Исполняет ли он заповеди Божии? Нет. А знает он, что Бог есть? Да. А знает он, что Христос – это Сын Божий? Ну, конечно, всё знает. И бесы эти, одна треть, часть которой отпали, эти падшие ангелы, они тоже знают. Они видели всю историю грехопадения, даже историю творения этого мира. Отчасти, да. Отчасти знали они, скорее, да, об истории с творениями этого мира. А о грехопадении точно видели, как всё происходило. Всю историю Ветхого Завета знают лучше нас с вами. Знают, верят в это, что это всё было. Но что? Всё это, как пишет блаженный Августин, нет в этом никакой пользы в этих знаниях. Почему? Потому что они без любви. А что такое любовь? Исполнение заповедей Божьих. То есть в бесах нет любви. Нет исполнения. И демоны, пишет блаженный Августин, верили во Христа, поскольку верят, но не любили. Они верили, что тебе, они говорили, да нас, Сын Божий. Веру имели, любви не имели. Потому и были демонами. Вот как? То есть. И не хвались, пишет верою, чтобы не уподобиться демонам. Конец цитаты. Ой, какой блаженный Августин. Да, как ёмко и чётко всё разъяснил. Не хвались, что у тебя вера в душе, потому что ты уподобляешься демонам. Демонам тоже говорят, что мы верим, что есть Бог. Всё понятно. Выйдя 29 стих, вскоре из синагоги пришёл он в дом Симона Андрея с Иаковом Иоанном. Тёща Симонова лежала в горячке. И тот час говорит ему о ней, подойди. Он поднял её, взяв её за руку, и горячка тот час оставила её, и она встала и стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. И весь народ собирался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями. Изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. Почему? Почему и церковь сегодня говорит, что те люди, которые не исполняют заповедь Божию, те люди, которые не исполняют всё, что заповедано Христом в церкви, не признают учение церкви, которое основано на Священном Писании, управляется Духом Святым. Поэтому мы и говорим, что эти люди, даже, может быть, они себя христианами называют, но они не исполняют всё, что есть, а мы не отделяем Церковь, Христа и Церковь. Всё, что есть в церкви, читайте, надо внимательно читать в Священном Писании, всё это заповедано Христом. Всё, и священство, и таинство, и крещение, кто не родится от воды, и духа, и апостольская преемственность, сами апостолы положили, и соборные решения, всё это есть в Священном Писании, и всё это сегодня во всей полноте есть в церкви. Поэтому, если мы от чего-то отречёмся, от священства, от исповеди и прочих, это значит, что мы отречёмся от Христа, от Его повеления и Его утверждений. Поэтому так. Видите? «А утром, встав весьма рано, как сказано, вышел, удалился в пустынное место и там молился». Вот это очень важно. Спаситель, мы видим, молится, он нуждается в уединении. Всякий человек, да, и неважно, миссионер он или просто христианин, ну а для миссионера, для человека, занимающегося духовным просвещением, это просто необходимо. Мы видим, что здесь Христос действует как посланник, он призывает людей к чему? К покаянию. Он первый миссионер, потому что он апостол. Почему? А он сам себе говорит, как послал меня Отец Апостолос, так и я послаю вас. Сейчас я у своих студентов в семинаре, когда я преподаю миссиологию, спрашиваю, кто был первым апостолом? Они говорят, апостол Андрей Первозван. Я говорю, нет, Христос был первым апостолом, потому что он был послан в этот мир для спасения рода человеческого. И сейчас он совершает свое прямое апостольское служение. Призывает людей, учеников себе собирает. Призывает людей к чему? К покаянию. Вот в чем главное служение любого человека, занимающегося духовным просвещением. Не так, как знаете, ну и у вас там своя, а у нас тут свое, ну вот вы нас примите, ну и мы с вами ничем от вас не отличаемся. Так погубили себя знаете кто? Вот очень была, к слову тут скажу, чуть-чуть отступлю, к слову скажу. Несторианская миссия в Китае была в 8 веке, 7-8 век. Просто замечательно. Сотни и сотни и тысячи крещённых храмы начали строить нестариане. Но миссия в Китае была, она умерла. Почему? А нестариане приходили и говорили, что у вас? А, у вас в даосизме есть цигун, то есть энергию, которую нужно поднять внутри себя, медитацию. У нас тоже есть и сихазм. Это одно и то же. А что у вас есть? Гуру? Да, и у нас тоже необходимы наставники, мы тоже исповедуем людей. А у вас что? И так вот всё это продолжалось. Да мы такие же, как и вы. Потом у даосиста посмотрели, ну если вы такие же, как и мы, зачем вы нам нужны? У нас тут тогда всё есть своё. Они просто растворились в даосизме. Когда они стали так безумно открыты ко всему миру. То есть корабль, когда он плывёт по воде, он тогда только корабль. Когда в нём нет пробоина, когда в нём есть отверстие, начинает тонуть. Вот если всё в себя вбирать, всё, что есть в мире. И если, как говорит Спаситель, соль потеряет силу, чем делаешь её солёной? Помните? Она уже, вот они потеряли там свою соль. Поэтому здесь также необходима молитва, необходимо уединение для состояния, чтобы сберечь это состояние покаяния, которое только может нас, да, и способствовать в соединении с Богом и приятии благодати. И далее. Симон и бывшие с ним, да, пошли за ним. И, выйдя, найдя его, говорят ему, все ищут тебя. Он говорит им, пойдём в ближайшие селения и города, чтобы и мне и там проповедовать. В ближайшие селения и города. Это очень важно. Христос апостол. Да. Он миссионер. Ибо я для того, говорит, пришёл. Для чего пришёл Христос в этот мир? Он сам говорит. Чтобы идти в другие селения и города и проповедовать, что? Покаяние и прощение грехов. Понимаете смысл предназначения церкви на земле? Вот так. Он говорит им, да. И он проповедовал, дальше, как утверждается в 39 стихе, в синагогах их и по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокажённый и, умоляя его, и падая перед ним на колени, говорит ему, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, умилосердившись над ним, простёр руку, коснулся его и сказал ему, хочу очистить. Заметим. Я специально не стал ничего говорить о событии, когда Спаситель исцеляет тёщу будущего апостола Петра. Знаете почему? Потому что там он ей протягивает руку. Она больной человек. А здесь он прикасается рукой к человеку прокажённому. Таким образом, Спаситель нам даёт ответ, что он Спаситель и Исцелитель, и врач душ и телес наших. То есть, когда у нас есть какие-то болезни, недомогания, как телесные, так и душевные, к кому нам надо прибегать в первую очередь? И попросить Господи направе и исправе, как мне, вот болит здесь, и вот здесь вот врачи поставили такой диагноз. Конечно, к Богу. Делаем ли мы это? Не всегда. А иногда очень так поверхностно, может быть даже и формально. Ну там, кто там идёт в храм, ты там записку за меня подай, может там это самое. Но сами не приходим, как этот прокажённый. И не умоляем Христа, если хочешь очисти меня. Там Христос руку протягивает и здесь. Это очень важное событие. А между прочим, Спаситель здесь говорит, что вот когда он исцеляет прокажённого, что он не просто человек. Потому что, вы знаете, что прокажённые люди в то время должны были идти и стучать в стукалочку. К ним нельзя было прикасаться людям. Потому что люди, что? Они могли заразиться от него, прикоснувшись к нему. А здесь другая перспектива. Здесь говорится о том, что Христос Богочеловек, он Бог, прикасается к прокажённому и прокажённый исцеляется, а не он заражается. Почему? Потому что он Бог. Кто целитель наш? Бог и Спаситель Иисус Христос. Этим он нас предостерегает от всякого нашего, иногда такого необдуманного, и очень часто это бывает, именно необдуманного, обращения ради здоровья к целителям, гадателям, обаятиям и прочей нечисти. Да. Ну и нахватаемся от них. Вместо здоровья ещё нам насажают там в душу столько бесов. Как сказано, что помните, когда пёс возвращается на свою блевотину, или когда человек, да, ходя-ходя, потом снова возвращается в него в прежний образ жизни, в него вселяется кто? Семь бесов, помните ведь? Ещё более страшных. Вы какое предостережение. Как же так невнимательно относиться к своей духовной жизни, да. Так это так и говорит. Умилосердился. И, посмотрев на него, строго тот час отослал его. И сказал ему, смотри, никому ничего не говори. Но пойди покажите священнику. Видите, очень важно здесь было, потому что ещё не было воскресения из мёртвых. И тогда священник должен был утвердить, что он чист. Покажите священнику, так согласно ветхозаветному закону, и принеси за очищение твоё, что приносил Моисеево следствия им. А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем. Так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне местах пустынных и приходили к нему отовсюду. Видите, он его говорит, что нет, ещё сейчас нужно пока воздержаться от своего языка. Ну, можно ли здесь обвинять этого человека? Ну, конечно, он не исполнил то, о чём просил его Спаситель. Да, неблагодарно отнёсся. Поэтому, почему Спаситель его попросил об этом никому не говорить? Потому что он шёл на дело проповеди и призыва к покаянию. А так как он сказал о том, что он его исцелил, то к нему просто приходили бы как к человеку, который исцеляет тело. Но он не просто врач, он пришёл не просто как врач, который исцеляет человека, как его физиологию. В первую очередь он приходит как врач наших душ. И чтобы не произошло вот это вот в человеческом сознании людям, которые шли за ним, вот этого дисбаланса, чтобы они не искали в нём только лишь целителя, он и говорит, подожди пока. Поэтому дальше мы видим, как евангелист Марк об этом и сообщает, что он не мог входить в город, потому что к нему толпы людей кидались, и некоторые приходили ему в уединённое место в пустыне. Вот такая история. В первой главе мы видим, что она достаточно пространная, событийная. Выходит Иоанн Креститель на проповедь. Далее мы видим здесь праздник Богоявления, призвание апостолов. Далее видим искушение в пустыне. Потом исцеление тёщи Петра, исцеление человека прокажённого. То есть 45 стихов, но столько вмещает в себя событий. Всего лишь одна глава. Снова повторю, почему так. Потому что евангелист Марк писал именно для людей, язычников, и для них было важно. Не какие-то важные подробности, а именно события. То есть для их сознания события, те или иные, они были более убедительны для того, чтобы прийти к состоянию покаяния и принять то, о чём начинается эта глава. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Вот то, о чём рассказывает первая глава Евангелия от Марка. Продолжение следует...